В Красноярске впервые состоялся дружеский хоккейный матч между нашими и столичными трудовыми коллективами. Игра прошла в субботу в Ледовом дворце «Рассвет». Кто победил, с каким счетом и что за идея лежит во главе этой встречи в сюжете далее. Красноярская команда «Душа и сила Сибири» в Ледовом дворце «Рассвет» впервые принимает московских гостей. В составе команд руководители предприятий и учреждений своих городов. Два периода гости. Команда «Трудовые резервы» ведут со счетом 4-2. Неожиданный поворот в матче случается на последних 10 минутах. Красноярцы пять раз забрасывают шайбу и вырывают победу у гостей. Ток третьего периода 7-4 в пользу хозяев. Спорт двигается по России. Трудовые резервы принимают самое активное участие в развитии спорта Красноярского края. Ну и я-то сам тоже красноярец. Я вообще представитель Федерации профсоюзов. Я помогаю ребятам из Москвы. Хоккейный матч в таком формате в нашем городе прошел впервые. Общероссийское общество «Трудовые резервы» развивает корпоративный спорт по всей стране, в том числе и Красноярске. Проводят спартакиады и спортивные соревнования между трудовыми коллективами. В рамках нашего городского форума главой города Сергеем Васильевичем Еремином было подписано соглашение с трудовыми резервами. Вот Илья здесь представляет трудовые резервы Российской Федерации. В рамках этого вот такой матч решили сделать. Создание физкультурно-спортивных кубков на предприятиях – одно из ключевых направлений деятельности трудовых резервов. Только в 2021 году 25 красноярских предприятий получили финансовую поддержку на развитие спорта. Сотрудники организации делают зарядку, не отходя от рабочих мест или занимаются в тренажерных залах по корпоративным скидкам. Идея нам пришла в Красноярск приехать уже давно, на самом деле. Мы с прошлого года активно здесь развиваем свое региональное отделение. Мы активно увлекаем сотрудников предприятий, бизнес-структуры, в различные соревнования, спартакиады по массовому любительскому спорту. В планах в 2022 году создать в Красноярске не меньше 50 физкультурно-спортивных клубов при учреждениях и организациях, а также провести спартакиаду среди трудовых коллективов Сибирского федерального округа. Дина Володина, Эдуард Баглай, 7 канал.